Вчера был брак, праздник у народа Божьего, еще одна семья родилась. И мы сегодня, в воскресный день, также собрались на этом месте, чтобы нам иметь этот праздник, чтобы нам иметь от Господа это благословение. И однажды Давид, когда был в пустыне, он очень сильно хотел видеть Господа. В 62-м псалме он об этом говорит. Такие слова. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя в освятилище. Конечно, в пустыне очень такие суровые условия, хочется пить, и когда солнышко сильно печет, там и плоть-то томится, да? И Давид сравнивает состояние пребывания в пустыне, состояние, когда человек не видит Бога, он не переживает его руку, он не переживает его милость, он не переживает силу Божию. И поэтому Давид говорит, чтобы он томится, ищет с ранней зари лица Божьего, и пишет такие слова, чтобы видеть силу твою и славу твою. Друзья, как я видел тебя в освятилище. Друзья, Давид в освятилище, когда входил, он видел славу Божию, он и видел силу Божию. Слава Господу! Друзья, сегодня мы с вами пришли на это место, и Христос сказал, что там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я буду посреди вас. Слава Господу! Это обетование Божие. И я думаю, Бог на этом месте желает также явить свою силу, явить свою славу, чтобы мы могли, взирая на Него, также преображаться в тот же образ при действии и Слова Божьего, и при действии Духа Святого. И поэтому очень важно, чтобы мы могли на этом месте в собрании и увидеть и славу Божию, и увидеть силу Божию. И однажды Закхей очень сильно хотел увидеть Иисуса. И ему пришлось для этого забраться на дерево. Сегодня никуда здесь забираться не надо, но сегодня очень важно, чтобы мы могли открыть свое сердце, чтобы Бог мог явить и славу свою, и силу свою, утешение, милость, подкрепление для каждого сердца. Поэтому мы будем обращаться к Нему в молитве и просить Его благословения. Аминь.